Как смоделировать правильное трасание? Как смоделировать так, бросить, чтобы вероятность была одна-вторая? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте решим задачу, которую вы, если вы никакого отношения к вопросу не имеете. А именно все, вернемся опять в схеме трасания монетки и найдем вероятность того, что выпало четное число орлов. Ну или вот единичек. Какова вероятность того, что при n-кратном бросании монетки выпало четное число орлов? Ну, формулу написать нет проблем. У вас же есть вероятность, что ровно к орлову, правда? Значит, как нам надо сделать? Надо сложить все исходы, когда выпало ровно 2, кло 0, 2, кло 4 и так далее, правда? То есть надо что сделать? Сложить вот такую последовательность числа. Значит, c из n по нулю, p нулевой кубы n плюс, c из n по одному, p первой кубы n плюс первой. Так, слог рассказал, c из n по 2. Я же тут почетный, правильно? Значит, там c из n по 4, p 4, это получится. Так, зависимость там от n мы когда-то остановимся, перечислять все четные слага. И что меня спрашивает? Спрашивает, чему это сумма? Ну вот, можно ли это как-то узнать? Значит, вот смотрите, мы с вами, я вот стер, а заявил. Мы только что научились вычислять попозже сумму. Мы не научились, а вспомнили, что это там ньютон учились еще задолго до нас. Значит, у нас сумма была такая. Так, c из n по нулю, p нулевой кубы n плюс, c из n по одному, p третьей кубы n плюс первой, плюс c из n по третьей кубы n плюс первой, плюс c из n по третьей кубы n плюс третьей, ну и так далее. То есть вот мы знаем, что если всю такую написать, то получится единичка. Нам говорят найти вот эту сумму. Как нам найти такую сумму? Даже эта сумма от того отличается. Эту сумму давайте мы ее обзовем че. Это нечеты, это букву че. Когда, смотрите, вот эта сумма, это букву сумма че плюс сумма пято, но которая нечетная. То есть сумма нечетная, правда? Получается, что четные плюс нечетные в сумме дают что? Единичка. А нам бы надо как-то вот извернуться и из этого найти, чему равна сумма только четная. Вот смотрите, вот откуда взялось, что это единичка? Как эта единичка получилась? Это было просто p по узку в степени 5, правда? Но эта формула верна, конечно, не только для чисел в парику, которые в сумме единицы. Вообще-то, равенство верно для любых париков. Просто в нашей ситуации так классно вышло, что это сумма единицы. Вот что надо сделать? Как поменять эту сумму, чтобы потом можно было найти n? Вот давайте мы поставим минус перед b. Вот как будет выглядеть сумма, если я здесь напишу минус b плюс b в степени n? При нечетных чисел в сочетании будет стоять минус. Да, будет все похоже на то, что вверху. Вот эти остатки неизменны. Так? А вот здесь из p минус. В четных он тоже есть, но поскольку степень четная, то минус будет что? По плюсам. Значит, здесь тоже минус высвечен, а в четных не высвечен. Получится, что это просто будет че минус. Как нам теперь отсюда найти сумму четных? Сложить. Сложить. Видно, что если мы вот это равенство с этим равенством сложим, то что получится? Буквки n сократятся, правда? И у нас получат свои тихо. Будет две четных суммы будут равны 1 плюс минус b плюс 2 в степени n. Так? Ну и отсюда четные суммы просто надо поделить это на 2. Углядели? Хорошо. Ну давайте посмотрим внимательно на то, что здесь написано. Значит, мы знаем, что b и u они связаны. Значит, b плюс u это 1, а значит, b это 1 плюс b. Тогда, смотрите, вероятность. Чет числа 1, ну или единицы в данном случае, да? Выглядит так. Это 1 вторая плюс здесь будет 1 минус 2p в степени n разделить на 1. Теперь давайте посмотрим, что такое 1 минус 2p. Что это за число такое? Значит, у нас b лежит от 0 до 1. Ну вот если мы возьмем b нулевое, то получится, что 1 минус 2p это просто что? 1. Если мы возьмем b равное 1, то 1 минус 2p это будет минус 1. Так? А теперь давайте посмотрим, а что будет тогда p строго больше 0 и строго меньше 1. Ведь в реальной монетке никогда так не бывает, что она всегда падает, да? Ну если только мы так специально ее не бросаем и так специально ее не изготовили, да? Во всяком случае, если перед нами такая монета, мы с вами всегда это увидим, да? Это будет как неправильный минус 2p, который всегда падает в самой пустой части, да, на асфальт. Поэтому, значит, вот смотрите. Пусть p строго гуляты. Да, кстати, я не разобрал, еще вот здесь случай, давайте я вот отдельно тоже. А если p это одна вторая, то чему волну один плюс 2p? Нулю. Значит, смотрите. Если p строго больше 0 и меньше 1, то вот это число, а модуль строго меньше 1. Понятно? Причем, чем меньше оно отличается от 1 и 2, тем ближе оно к чему? Нулю. А значит, ну это хорошо видно, если вы не стереться на двое за скобочки, то будет стоять 1 вторая минус 2p. Чем меньше эта разность, тем меньше все это выражение. А значит, если ваша монета неправильная, но не такая, которая все время падает на одну и ту же сторону, да? То, что здесь написано? Что это одна вторая плюс число меньше единицы в степень х. А что происходит с числами меньше единицы, когда их возводят в степень х? Они уменьшаются. Причем уменьшаются очень быстро. Да? Если мы возьмем, например, одну вторую и начнем возводить в степень х, то она очень быстро перестанет взяться и для вас, и для компьютера от 0. Значит, если сделать много-много бросаний монетки, даже неправильной, но не такой, который все время падает на орла, это все время падает на ежу. А потом посчитать, сколько выпало орлов, то вероятность того, что вы считаете четное число, будет мало отличаться от чего на данной этапе. Вот это используют на практике и устраивают следующий способ получения правильной монетки. Значит, например, прием монетки. Сто раз бросаем, подсчитываем, сколько выпало орлов, если четное ставим единичку, если нечетное ставим 0, или наоборот зависит от того, что делать просто. В итоге, вот, итоговое это 0 и 1, и считаем однократным бросанием монетки. Например, как устроена случайность в компьютере, один из способов. Там есть разные способы, но один из способов. Просто в сам процессор встроен датчик, который чувствует, как колеблется температура на каком-нибудь элементе. Если температура, вот тактовая частота, там этот расчет тактов, как в музыке, да, вот. И там, если на каждом такте, значит, замеряется, произошел скачок выше определенного уровня или нет. Если произошел, ставится единичка, если нет, ставится 0. Это имитирует случайное бросание монетки. Но, конечно, вы не можете считать, что температура ведет себя как правильная монетка. Тогда делают что? Берут и смотрят за этим процессом, например, на тысячи таких тактов, а в итоге подсчитывают, сколько было единичек. Чертное число или нечертное. В зависимости от этого выдают результат. И этот результат мало отличается, почти незаимно отличается от бросания правильной монетки. Значит, вот конкретный способ, как из любой имеющейся на руках монетки, изготовить бросание правильно. Берут. Берут. Берут.